Национальная сборная Беларуси начала подготовку к заключительным матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Команда Игоря Криушенко на полях техцентра АБФФ приступила к подготовке к поединкам против голландцев и французов. Пока не в полном составе, однако вполне себе с позитивным настроением. Впрочем, сказать, что белые крыла обосновались на проспекте победителей в полном или оптимальном составе, язык не повернется. Из-за травмы Игоря Криушенко недосчитался целого ряда ведущих футболистов и спешно вносил в состав корректировки. Посему дозаявленные в последний момент в обойму Алексей Янушкевич или Олег Евдокимов могли чувствовать себя попавшими с корабля на бал. Вместо отдыха после тура чемпионата страны они сразу же влились в обойму сборной. Кроме того, тренеры не могли рассчитывать понедельник на Ивана Маевского и Александра Гутера. Парням требовалось время на перелет в Минск после матчей в первенствах Казахстана и Украины. На выходе белокрылые открытую тренировку проводили в формате лайт со щадящим циклом заданий и усеченной ротации. Впрочем, даже в неполном составе мы нашли интересных собеседников. Например, Александра Корницкого, полузащитника российского Тосна, который рассчитывает на дебют под водительством Криушенко, поскольку здорово выглядит в российской вышке. Ну да, нет, с Игорем Миколаевичем мы до сбора общались. Он как бы сказал, что рассчитывает вызвать меня, предупредил, чтобы набирал форму и готовился. Поэтому все хорошо, мы общаемся. Как в двух словах, если об адаптации в Тосна расскажешь, как в принципе вот проходит жизнь твоими глазами в российской премьер-лиге? Ну, в Тосна все отлично. В Тосна во все времена, когда она во всех лигах играла, это был хороший коллектив и там тренируют бывшие футболисты, поэтому там нет проблем и с адаптацией, и с какими-то бытовыми вопросами. Поэтому в Тосна у меня все отлично. Как тебе российская премьер-лига по скоростям, по качеству игры? Российская премьер-лига, она входит, я думаю, в топ чемпионатов, поэтому там хорошие футболисты собраны и скорости достаточно высокие, поэтому очень рад, что удалось так быстро адаптироваться к тем скоростям. Сборная Голландии, сборная Франции, топ-соперники. За счет чего сборной Беларуси реально с ними побороться на равных? За счет порядка в игре и ответственности, которая лежит на футболистах, и за счет самодачи и желания тут других рецептов быть не может. Было нам с кем поговорить и в линии атаки, ведь возвращение в сборную Николая Сигневича выглядело делом логичным и справедливым. Осенний отрезок карьеры получился для форварда Батте максимально успешным. Его продолжение болельщики были бы не прочь видать на национальном уровне. Последний месяц кажется, что ты и сам окрылен, вот такие отрезки ударные классные проводишь. Как сам себя ощущаешь? Вот есть прилив этого вдохновения футбольного? Чувствую себя хорошо. В принципе, наверное, где-то добавляют уверенности и хорошие игры, голы и победы. Поэтому, в принципе, да, наверное, на подъеме, как и вся команда наша клубная. Поэтому я думаю, что это не помешает точно мне и в сборной попробовать проявить себя. Сборная Голландии, сборная Франции, топ-соперники. Как добраться до их ворот? Как загнать мяч в те ворота? Как? До Борисова доехать там? А туда лететь надо. Как еще добираться? Ну, будем стараться. Будем стараться. Всегда с каждой командой есть один-два момента. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от того, как мы их реализуем. И, наверное, важно еще, чтобы не бояться. Не бояться играть против таких соперников. Потому что все-таки сборная очень сильная и очень многое зависит, наверное, от головы. Потому что играть-то мы умеем. Ну, если подойдем с такой, с незагрузочной головой, поэтому я думаю, что у нас все может получиться. Напомним, что вплоть до 6 октября сборная продолжит тренироваться на полях техцентра АБФФ. А 7-го числа проведет заключительный домашний матч отборок ЧМ-2018. Игра против команды Нидерландов состоится на Борисов-Арене и стартует в 21.45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова